Звучит музыка Звучит музыка Царь Моава Он был вед Так говорит еврейская традиция То есть он ведал, понимал какие-то вещи Не все всегда мог связать Но они понимали, что они не знают И не имеют путей и силы Чтобы извратить, проклясть, искривить Путь Израиля И тогда они обращаются За помощью к Валааму Который на всем востоке Был человеком известным Его называли пророком Бога И они идут и хотят Пригласить его И мы видим, что трижды приходят Старейшины Моава И старейшины Медиан То есть две объединенные группы Как бы врагов, но здесь они объединились Против общего противника Бога Израилева и его народа И зовут Валаама, Бильама И приходят к нему Первый раз они предлагают ему денег Он молится, чувствует Бог говорит нет Он говорит уходите Или иносказательно мало денег Второй раз больше, опять мало Третий раз он говорит Если вы полный дом мне серебром и золотом наполните И то не пойду я с вами И тогда они понимают Это ближний восток Или это современный мир тоже понимает Если человек говорит, что полный дом золота мало Дадим тебе полтора дома золота И мы видим, что на каком-то этапе Билям соглашается Конечно мы в Писании видим Господь ему является и говорит Иди Здесь мы должны понять одну маленькую вещь Когда человек настаивает С одной стороны Господь говорит Хорошо, иди попробуй С другой стороны Мы знаем, что иногда Господь позволяет человеку Испытывает его В прослании Якова написано Бог не искушает никого Вначале говорит испытывает На самом деле там в греческом языке Одно и то же слово То есть Бог да, испытывает Или искушает человека Чтобы проверить его внутренность И здесь мы видим примерно такой момент Отвлекусь на момент От истории с Балаком И просто перепрыгнув в книгу царств И в книгу Паралепименона Там одна параллельная история рассказывается И в Паралепименоне написано Искусил сатана Давида И сказал Пойди исчисли народ Помните эту историю В книге царств там написано И Господь Искусил Давида И сказал Пойди исчисли народ То есть мы видим, что Бог использует сатана Чтобы искусить И вот здесь была примерно такая же история С Балаком Что Бог допустил Если человек так настаивал Хорошо Иди и попробуй И вот в формате вот этого пояснения Я хочу преподать третий урок Который назову Деньги Что мы понимаем про деньги Деньги Это такая штука Которую все Пытаются получить работая Кто-то тяжело Кто-то менее тяжело Они могут быть благословением Они могут быть большой западной И как написано в Новом Завете Да, испытывает себя всякий человек И у нас есть примеры Как деньги были использованы Во благо Не во зло Допустим Мы читаем Что Авраам Платит Огромное количество денег За Махпилу Чтобы погребсти Свою жену Исследователи говорят Что сумма Которую он отдает Жителям той земли В Хевроне Она равнялась Пятидесяти годовым зарплатам Обычного наемного рабочего То есть Огромная сумма денег За могилу Но Авраам Знает принцип Который позднее Звучивается в Новом Завете И еще Говорит такие слова Один человек Узнал Что там закопана Жемчужина Он ради этого Продает все Что имеет И вкладывает Все деньги Чтобы купить эту землю И найти ту жемчужину Вот с Авраамом Примерно такая История происходит Он слышал Он знал От предков Что там В Махпиле По всей видимости Погребен Адам и Хава Первые люди И для него Важен Исправление Тикун Я про это учу В интернете Есть другие темы И он как бы Хочет соединиться Вот Адам Хава Которые Начали жизнь Но которые упали А я тот человек И жена моя Сара Те люди Через кого Бог Начал исправление Вот там нам важно Возоединиться И он Видя это Как жемчужину Как идею Огромное состояние Вкладывает Ради могилы Другой Подобный пример Сам наш царь Давид Помните Он покупает Гумно Орны Во время Того ужасного Явления Когда ангел Господень Наказывал народ И Он в тот момент Понимает Вау Это место особенное Там позднее Будет построен Храм Это то самое место На котором Авраам Пытался принести В жертву Ицхака Своего сына И там опять Участвуют деньги Когда царь Давид Ему предлагают Подарок Всю эту землю Он говорит Нет 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 То есть деньги Использованы Правильно Но мы в Писании Читаем И ложное Использование Денег Когда Это было Использовано Для того Чтобы сманипулировать Был такой Симеон Пророк В Деяниях Апостолов И Симеон Колдун Который за деньги Пожелал купить Дар Духа Святого Или Аскила И Прискила Которые там Совершили какую-то Комбинацию Утаив Часть денег Хотя наверное Все пообещали И наверное Это был какой-то Обед И Господь Их наказывает Нам Очень важно Испытывать себя В послании Галатам Сказаны Такие слова Каждый Да испытывает Своё дело И тогда будет Иметь похвалу Только в себе А не в другом Важно С деньгами поступать Правильно И рассудительно С другой стороны Очень важно Быть бережливым Но никогда Не нужно быть Жадным И вот здесь Я хочу Еще процитировать Одно место Из Нового Завета И оно записано В Луке 11 глава 34-35 стих Тяжело Истолковаемое Место Имеющее В различных Толкованиях Целую массу Разных пониманий Но Ешуа Здесь Дает Очень Интересную Еврейскую Присказку Которую Переводчики С иврита По всей видимости Перевели на Греческий язык Буквально А с греческого На другие языки Буквально Не смогли Понять Смысл Который Там Записан Такие слова Светильник Тела Истока Итак Если Око Твое Будет Чисто То И все Тело Твое Будет Светло А если Око Будет Худо То И все Тело Твое Будет Темно Итак Смотри Свет Который В тебе Не тьма Ли Есть О чем Здесь Говорится В Еврите Или В Еврейском Сленге Диалекте Когда Говорят Чистое Око Или Точнее Красивое Око Это Говорится О том Что Человек Не Жадный А Или Темное Око Это Значит Человек Жмот Жадный И он Никогда Не Хочет Ничего От себя Дать Другим Людям И вот Здесь Ешуа Говорит Если Ты Жадина То Твое Сердце Будет Сковано И Подавлено А если Ты Человек Щедрый То У тебя Все Будет Светиться Я Добавляю Мы Должны В Правильном Балансе Понимать Эти Стихи И Петр Говорит Будьте Рассудительны И Разумны И Все Но Ни В коем Случа Не Жадны Мы Читаем Что Деньги Сломали Беляма Валаама И Пророк Становится Колдуном К сожалению Как Важно Чтобы Каждый Из Нас Мог Пройти Правильной Дорогой И Чтобы То Что Названо Богатством Неправильным То есть Деньгами Оно Послужило Для того Чтобы Мы Приобретали Друзей А не Приобретали Врагов Пусть Бог Поможет Нам С этим Мы Двигаемся Дальше И Следующий Урок Я бы Назвал Следующими Словами Сколько Раз Говорит К нам Господь Два Три Раза Четыре Раза Иов Я Иов Вспоминал В своих Рассуждениях Говорит Бог Говорит Однажды Если Того Не Заметят В другой Раз Во Сне В Ночном Видении Когда Сон На На Людей Во Время Дремоты На Ложе Иов 33 Глава 14 15 Стих Здесь Очень Важно Нам Правильно Реагировать Я Хочу Сказать Что Господь Да Разговаривает С Нами Это Конечно Не Происходит Что Во Времена Илии Люди Были Не Очень Организованы В слове Божьем Но Посреди Израиля Ходили Тысячи А может Быть Десятки Сотни Тысяч Людей Которые Были Пророками Может Быть Не Такого Уровня Как Илия Но Пророчество Люди Знали Слово Божье И Голос Божий Но Все Равно Продолжали Грешить И Ничего Им Потом Не Помогло Впоследствии 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 Храм был Разрушен Первый Ушли Вавилон Но О чем Я хочу Сказать Господь Бог Говорит С человеком И сегодня Тоже И пускай Это не Случается Через Обыденное Пророк Приходит И говорит Так Говорит Господь Но Если ты Человек Внимательный Ты Слушаешь Слова Наставления В своей Общине От Проповедников Ты Читаешь Священные Писания Ты иногда Видишь Сны Важно Быть Внимательным Иногда Господь Чего-то Хочет Запечатлеть Особенно Если Хочет Отвратить Тебя От Какой-то Беды Я хочу Воспользоваться Случаем И сказать Дорогие Друзья Пожалуйста Будьте Водимыми Богом Тогда В вашей Жизни Будет Много Успеха Но Есть Одна Опасность Это Опасность Фанатизм Есть Люди Которые Каждую Минуту Мне Бог Сказал Мне Бог Сказал Мне Бог Сказал Мы читаем Про Самуила Пророка С ним Бог Несколько раз В жизни Разговаривал Понятно Есть То Что Называется Веяние Которое Приходит К тебе И Наставляет Тебя На Правду Но Это Не значит Что Каждую Минуту И Каждое Движение Мы Должны Впадать В пост И Вот Скажи Мне Господь А Иначе Я не знаю Как поступить Но Когда Мы Делаем Какие-то Серьезные Важные Решения Для нашей Жизни Вот Здесь Очень Важно Быть Внимательным И Получать Наставления И Господь Господь Говорит И будет Больше Говорить Я Искренне Верю В слова Которые Петр Процитировал Во время Пятидесятницы Во время Шавуота И он Сказал И залью Дух Мой На каждую Плоть И юноши И дочери Ваши будут видения И старшие Будут с наведениями Вразумляться Вместе с Павлом Хочу Воскликнуть Молитвенно Хотелось бы Нам всем Прийти к видениям Откровениям Господним Потому что Сие есть Реальность Бог не оставил Нас совершенно Одних Сказал Я буду вам Отцом А вы будете Моими детьми Другое место Писания Говорят что Дети мои Знают Голос мой Поэтому если Ты сейчас проходишь Какую-то Пустыньку Или какое-то Время когда У тебя Притупилось Внимание Просто Выскочи Из рутины Из занятости И посвяти Просто Время отдыху Созерцанию Господа Не компьютера А Господа Не телевизора Но Слова Божьего И Ты опять Начнешь чувствовать Голос Который Наставляет Тебя И вот Мы читаем Приходят Вот эти Старейшины К Валааму Раз за разом И говорят ему Валаам Послушай Беляам Пойдем Он слышит Бога А тот ему Говорит Нет И второй раз Нет С Беляамом Это было не два Три раза А четыре раза Но он Ослушался Результат Мы знаем Мы двигаемся Дальше И следующий урок Назовем Словами Говорящие Животные Или Возопьют Камни Я начну С Истории Которую Описывает Лука В девятнадцатой Главе С тридцать седьмого По сороковой Стих И там История С Ешуа Он приблизился К спуску С горы Леонская И все множество Учеников Начало радостно Славить Бога За все чудеса Которые они видели Совершаются Руками Господа Ишуа И они стали кричать Благословен Царь Грядущий Во имя Господне Мир на небесах И слава Всевышних Они кричали Такие слова Гоушияна Гоушияна На иврите Это переводится Как Спаси нас Пожалуйста Это традиционный Крик Израиля Еще когда Израильтяне Переходили Красное море По суху Когда Воды стояли Здесь Они в страхе Были И кричали Гоушияна И с тех пор Всякое значительное Событие В Израиле Ознаменовывается Словами Гоушияна И я верю Что и вы тоже Периодически Так вскрикиваете Гоушияна Народ кричал Так А некоторые Из сомневающихся Постоянно Людей В данном случае Это были Фарисеи Гречили Учитель То есть Они принимали Ишуа Как учителя Но они Колебались Неужели это может быть Мессия Неужели это может быть Царь И они говорят Учитель запрети Ученикам твоим Он им сказал В ответ Если они Замолчат Камни Заговорят Знаете Если люди Молчат Камни Говорят Здесь я хочу Перепрыгнуть Немножко На одно место Писания Мы сейчас Еще будем Говорить Про То что тут Случилось В книге Чисел Но Иезеки Говорит Такие слова И Я соберу Мой народ Израиль Бог говорит После великого Рассеяния И верну вас В землю вашу 36 глава 26 стиха Он говорит И дам вам Сердце новое И дух новый Дам вам И возьму И сплоти Ваше сердце Каменное И дам вам Сердце плотяное Это очень сильно Перекликается Камни Возапиют Мы народ Который Бог вернул И мы проходим Здесь очищение В Эрец Исраэль Многие Израильтяне Русскоязычные Нерусскоязычные Вернувшись В свою землю Много чего Не понимаем Воспринимаем Учимся Но слава Творцу Которые Говорящие животные Где мы встречаем Говорящих животных Кто-то помнит Из вас Первое Говорящее животное Оно было В Эдеме Нехорошее Животное На эту тему Есть много Много разных Размышлений Мы помним Что Змей Разговаривал С Хавой С Адамом Не рискнул Но с Хавой Разговаривал И у него Там есть Такой титул Он был Хитрее Арум А армуми Всех Полевых Зверей То есть Хитрость А может быть Способность Говорить Это значило Есть очень много Разных мнений И Тот момент Вообще Темноватый Как этот Змей Говорил Есть Несколько Мнений Вы свободны Воспринимать Любое Из них Никоим Образом На вашу Веру Оно не Повлияет Одно Из мнений Сатан Злой Ангел Противник Искуситель Вошел В этого Змея И его Устами Говорил Другое Мнение Что Хава Она Просто Стояла И смотрела На дерево Познание Добра И зла И видит Как Змей Приближается А он Был еще В те времена Не только Ползающий Но и Ходячий Приближается К этому Древу И он Обвивается Вокруг Него И хватает Плод И разжевывает Этот плод И ничего С ним не Случается И ее голова Просто Истолковывала А Значит Можно Так Сделать То есть Это тоже Один из Вариантов Как там Происходило Это Искушение Это могли Быть Нереальные Слова Один из Еврейских Равинов Приводит Именно Такую Мысль А Барбанель Его зовут И он Говорит Она Просто Смотрела И Как бы Вау Он Может Почему Я не Могу Есть Другое Мнение Которое Говорит Что Это Был Просто Воплощенный Сатан В Змея И Он Таким На Из Ряда Вон Выходящие Вещи И Когда Из Ряда Вон Выходящее Что-то Происходит В нашей Жизни Я Сомневаюсь Что Многие Из Нас Слышали Змея Или Ослицу Говорящую Но Здесь Я Удивляюсь Бараму Три Четыре Раза Господь Ему Является Во сне А потом Еще Ослица Но Он Закрывает Свои Глаза И Продолжает Двигаться Мы читаем Эту историю В 22 Главе Книги Чисел Ослица Увидела Ангела Господня Свернула С пути Прижала Ему Ногу Он Вскочил Стал Дубасить Ее А она Ему Человеческим Говорит Ты что Делаешь Я же Верная Тебе Ничего Не останавливает Пророка Потому Что Его Мысли Это Его Скакуны И Он Уже Нацелен На Дар Деньги Получить Их Войди В покой Божий Вспомни Слова Господа Ишуа Если Око Твое Светло Если Глаз Твой Красивый Ты Щедр Не Продавайся За всякую Ерунду Оно Не стоит Того Потому Что Здесь Ты можешь Заработать На душе Своей Повредить Очень Сильно Есть Такое Выражение В священных Писаниях Можно весь мир Приобрести Но душе Повредить Вот На этом Моменте Я хочу Закончить Еще один Урок И пожелать Каждому Из вас Мудрости Божественной Милости И водительства Во имя Господа Ишуа Будьте Благословены Друзья Благословены